Всем привет! Сегодня быстрая зарисовка насчет протеина, который покупала на iHerb. Сразу хочу сказать, что этот протеин растительный, первый и второй. Первый протеин, это, как видите, соевый протеин с добавлением шоколада, достаточно вкусный. Практически, можно сказать, что как просто шоколад. Сколько здесь у нас получается? 13 грамм протеина на порцию. Ну, что не слишком много, правда. Ну, нормально. Потом, не содержит глютена, да. Сделано не из генномодифицированной сои, что вообще отлично. Но за что любят многие сои? За то, что... за состав минералов, да. За то, что она богата минералами и витаминами. Как мы здесь видим, 24 минерала и витамина. Состав, правда, не самый простой, потому что здесь, кроме сои, содержится также и сахар. И всякие еще добавочки. Ну, для тех, кто заинтересуется, просто пройдите по ссылочке ниже на сайт и посмотрите точный состав. Так? Ну, что нас интересует? Калорий в порции 130 калорий. Из них мы видим, что у нас мы получаем достаточную долю витаминов, да, из порции протеина, как я уже сказал, 13 грамм. А вот витаминов мы, как видим, вообще отличное содержание более 30%. А, С, кальций, железо, витамин Д, Е и тиамин. Ага, вру. И еще. Вот, где же доска? Больше, чем 24. Немножко отсвечивать, я прошу прощения. Вот, тоже большой список. Опять же, проходим по ссылочке, быстренько читаем. Я употребляю протеин, в принципе, зачастую со смузи, да, утром. Вот, поэтому, что хочу сказать, в смузи этот шоколадный вкус практически-практически не чувствуется. Но если вы разводите просто, как отдельный прием пищи, да, сам по себе протеин, то нормальный, нейтральный, как я уже сказала, шоколадный вкус. Тейн номер два у нас содержит в себе порошок маки. И кто не знает, это мака считается суперфудом, который тоже способствует, да, вашему выравниванию, ну, в основном для женщины, выравниванию гормонального фона. Ну, и также способствует приданию вам сил, бодрости, энергии. Так, читаем состав. Состав, в принципе, неплохой. 121 калория, 32 порции содержатся в этом контейнере. Так, 121 калорий протеина, 21 грамм, то есть побольше, чем в соевом протеине, который я вам показывала. В соевом еще раз посмотрим-ка. 13 только грамм протеина. А здесь у нас более 20. Почему так получается? Смотрим состав. В состав входит протеин. Гороховый протеин, коричневого риса. Добавлен этот порошок маки. Также добавлена, боже мой, фибра. Это у нас на русском языке. Хорошо, оставлю ссылочку, как переводится. Натуральный ванильный вкус мы видим. Протеин, вот, чем отличается данный протеин? Своим составом аминокислот. Аминокислот, как вы видите, здесь масса. Опять же, проходите по ссылочке внизу, в описании. Смотрите на сайте все подробно. Что меняется в этом протеине? Хороший состав. Ничего лишнего. Если в соевом протеине вы видели, и можете еще раз убедиться, что там состав прям на 20-30 строчек, то здесь ингредиенты попроще. Они, я надеюсь, что органические, да, и, соответственно, более полезны. Но, тем более, не содержат сахара. Опять, если вы будете разводить просто так, да, без, то есть не будете добавлять в смузи или еще куда-либо, то имейте в виду, что вкус вообще нейтральный. Нейтральный. Если кто-то когда-то просто, или любит, да, просто разводить соевый протеин без добавок, то вот мака что-то похоже. Либо, если вы пробовали порошок маки просто, да, то вот примерно такой же вкус. Нейтральный. Немножечко мне напоминает какой-то ванилька. Ну, тут, в принципе, ваниль добавлен. Вот. Вкус. Что еще могу сказать? Опять-таки, без ГМО можете использовать куда угодно. Можете в воду, в соки добавлять, вот, в молоко, да, растительное или нерастительное. Разбавлять. Разбавляется очень легко, быстро, никаких комков, кстати. Вот, потому что я хочу снять вам видео про, о, господи, простите, пожалуйста, про соевый протеин, который купила не так давно. Вот его разбавлять, ну, мне кажется, что сложнее. Видны комки. А здесь все просто, легко, никаких комочков в три раза потрясли, да, свой контейнер. Либо, допустим, просто ложкой размешали и в три счета. Вот. Все. Пожалуйста, покупайте на здоровье. И всего хорошего. Пока.